МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С прошлым сезоном она сократится более чем на 16 километров. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги на Ренмарусинск. На сегодняшний день наш подрядчик «Строуниверсал» занимается устройством основания зимника, устройством снеголедовых дамп и подготовкой дорожно-ремонтных пунктов к эксплуатации. К концу декабря мы постараемся выйти на активную эксплуатацию уже самого зимника при условии соответствующей погоды. Ну и для того, чтобы жители округа смогли своевременно выехать в сторону России, в сторону Коми, в республике. Мы видели, что вешки расставлены. Вешки расставлены, зимник проминается, устраиваются дамбы, устраиваются дорожно-ремонтные пункты, строительство зимника идет полным ходом. Общая протяженность трассы автозимника Наринмарусинск в сезон 2019-2020 около 55 километров. Ширина проезжей части традиционно составит 6 метров. Расчетная скорость движения от 30 до 50 километров в час. На крутых спусках и подъемах будет дежурить специальная техника. Кроме того, на зимнике подрядчику предстоит организовать три ледовых переправы через реки. В соответствии с условиями контракта, устройство зимника до Усинска должно завершиться в течение 30 дней со дня заключения контракта. Содержание автодороги – также зона ответственности подрядчика со дня следующего за днем приемки объекта в эксплуатацию. При этом днем окончания работ по содержанию зимника считается день вступления в силу приказа профильного департамента о запрете движения механических транспортных средств по зимним дорогам и тундровой, лесотундровой зонах на территории региона. Ненинский округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой. Ранее такая схема налогообложения была введена в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан. О нововведениях, которые вступят в силу уже с 1 января, самозанятым гражданам рассказали в ходе круглого стола, который прошел при участии специалистов профильного департамента и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. Налог на профильный доход для самозанятых рассчитан на тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду. В общем, те граждане, которые работают на себя, а также чей доход не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Согласно закону, принятому Госдумой России, самозанятым гражданам предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении «Мой налог», через который они автоматически и будут уплачивать налог на профессиональный доход. Напомню, Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января следующего года получат право использовать новый режим налогообложения для самозанятых. Глава региона Александр Цибульский встретился с активом Ассоциации Ненецкого народа Ясовой. Одним из основных вопросов повестки дня стала информация об исполнении поручений, которые были даны по итогам предыдущей встречи. Кроме того, президент Ассоциации Юрий Хатанзейский рассказал о деятельности общественной организации в 2019 году. На предыдущей встрече с Александром Цибульским Ненецкая общественность ставила перед главой региона вопрос о необходимости строительства школ и садов в поселке Налиминоз. В настоящее время, по словам губернатора, получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию, а в следующем строительном сезоне планируется выйти непосредственно на строительство объекта. По просьбе Ассоциации Ненецкого народа рассмотрен также вопрос о присвоении школе в Налиминозе имени Ненецкого поэта-прозаика и художника Прокопия Андреевича Евтысова. В ходе встречи главы региона с представителями Ненецкой общественности обсуждались также вопросы сохранения национальной культуры и языка коренных народов Ненецкого округа. Александр Цибульский предложил дополнительно проработать возможности вовлечения в этот процесс молодежи через современные формы и методы. Школе поселка Красное исполнилось 75 лет. История образовательного учреждения началась в 1944 году, когда открылась начальная школа в деревне Кориговка. Специального здания у школы не было, поэтому дети начинали учиться в недостроенном колхозном доме. Спустя три года было построено типовое здание школы, в которое входил интернат, столовые классы. Летом 1958 года школа была перевезена в поселок Красное. Накануне учреждение отметила свое 75-летие. Красновская школа – одна из немногих, где родной язык коренных малочисленных народов Севера изучают с первого класса. И с этой задачей успешно справляется Валентина Ивановна Хатанзейская. Ее трудовой стаж в школе поселка Красное составляет 30 лет и 3 года. Она преподает ребятам литературу, русский, ненецкий языки, и ненецкую культуру. Красновская школа активно внедряет инновационные образовательные программы. Учреждения ежегодно готовят призеров и победителей в различных конкурсах не только регионального и всероссийского, но и международного уровней. Также развиваются научно-исследовательское, военно-патриотическое, художественные и спортивные направления. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования, высокие показатели в работе, учителя, воспитатели и работники школы были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами собрания депутатов Заполярного района и администрации региона. В Красновской школе трудится 66 сотрудников, в том числе 31 педагог. Руководит учреждением Вячеслав Владимирович Литков, который активно участвует во всех школьных мероприятиях. Глава региона Александр Цибульский провел заседание Руккомитета по подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Великой Победы. Накануне в Москве прошла торжественная презентация мероприятия. Года памяти и славы 2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы. В юбилейный год победы над фашистскими захватчиками Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдет немало торжественных мероприятий. В канун празднования Дня Победы на Синявинских высотах, где находится воинский мемориал памяти павших, будет установлен памятник нашим землякам, жителям Неницкого округа, погибшим в боях за Ленинград. По словам Андрея Николаева, представителя поискового движения России установлено, что из общего числа солдат из Неницкого округа, не вернувшихся домой с фронтов Великой Отечественной войны, а это более трех тысяч человек, именно на Синявинских высотах закоронен каждый шестой. На заседании Оргкомитета поисковиками также была представлена обновленная книга памяти. В электронной таблице доступны для всех уточненные данные о всех погибших и пропавших без вести в годы войны, кто так или иначе был связан с Неницким округом. Поисковая работа по обновлению книги памяти началась еще в 2014 году. За это время в нее было внесено 43 тысячи единиц новой информации. К юбилею Победы книга памяти будет также издана в книжном варианте. Увеговечит поимен на память о погибших земляках в юбилейный год и на Аллее Славы, где установят гранитные постаменты в виде открытой книги с именами павших на фронтах войны. Армению покорили вкусами Неницкой кухни. Здесь завершилась российская гастрономическая неделя. Вместе с коллегами из других регионов России участие в гастрономическом форуме принял шеф-повар ресторана «Тиман» из Ненинского автономного округа Александр Ермолин. Участники и гости российской гастрономической недели в Армении, которая проходила здесь со 2 по 6 декабря, получили уникальную возможность отведать авторские блюда из разных уголков России. Кухню Псковщины, современную московскую кухню, поморскую кухню и ненинскую кухню российского севера. В рамках недели прошли тематические региональные ужины в исполнении российской команды шеф-поваров из Архангельской области, Москвы, Ненинского автономного округа и Псковской области в сопровождении армянских вин. Ужин ненинской кухни начался довольно необычно с звуками бубна в рамках экспозиции Ненинского автономного округа. Шеф-повар ресторана, музея «Тиман» из города Наринмара Александр Ермолин на своем ужине сделал акцент на локальных продуктах народов севера, проживающих за Полярным кругом. Начали вечер с комплимента. Крема из свеклы с брусникой, крошка из бородинского хлеба и сыром из лососиного молока. Меню был сугуда из сега, доваля из печерской щуки, оленя вырезка с соусом из дикой северной клюквы, а на десерт калитки с морожкой по Нижнепечерски. Гости гостеприимного ресторана «Салон» встречали шефа уникального ужина Александра Ермолина и команду российских поваров, которые помогали коллеге из Наринмара в приготовлении блюд аплодисментами. Концепция проекта «Российские гастрономические недели» направлена на укрепление культурных и деловых связей между странами-участницами, популяризацию привлекательных туристических маршрутов с демонстрацией их потенциала привлечения внимания к региональным инвестиционным проектам в сфере гостеприимства.